Приветствую вас, честно говоря, я не очень понял смысл вашего вопроса, то есть я, конечно, сейчас раскрою, то есть я понял, вот, но давайте раскроем вообще ваш текст. Вы пишите, что многие относятся к умственно неполноценным, невербальным детям, как к животным. Надо сказать, что умственно неполноценные, невербальные дети, даже при наличии у них каких-то отклонений, не являются животными. То есть несмотря на то, что они практически там беспомощные, да, там сами ничего не могут делать, там может быть не разговариваются и так далее, все равно это не животное. По уровню своему развитию они так или иначе превосходят любого высшего представителя животного мира. Я сейчас не помню там какой представитель, вот, не скажу точно, да, ну понятно, что это какая-то обезьяна, но какая точно я сейчас не скажу. Вот, еще раз, любой ребенок, да, любой ребенок, человек, у которого есть проблемы с умственным развитием, каким бы отсталым, каким бы отсталым с точки зрения, вот, ну, общества, да, людей других не был, этот человек, вот, сам по себе всегда выше и более развитие, чем животное. Хотя бы потому, что у него спектр восприятия больше, поэтому к животным относят таких, таких людей. Тех, кто, простите, ну, сам, в общем-то, склонен вешать на людей, на ерунки. Вот, и я бы не воспринимал таких, таких людей, как что-то серьезное, вот. Понимаете, да, о чем я говорю, надеюсь. Дальше. Так, значит, действительно, еда это обычный, главный, единственный интерес, что многие не видят смысла в развитии таких людей. Ну, знаете, опять же, это очень интересный момент. Многие не видят смысла в развитии таких людей. А если я скажу, что вообще никакого, никакого смысла в развитии нет, ну, вообще-то, вот, какой смысл в развитии? Вот, развитии всего человечества, там, например, и так далее. Ну, нет же смысла в развитии. Нет? Ну, что-то как-то развивается люди, да? Так, а где есть, почему смысл должен быть? И если мы не видим смысл, смысл в развитии одних, то мы легко можем, мы легко можем не увидеть смысл в развитии других. Мы вообще можем свести, по сути, все к минимуму, все к тому, что вести отсутствует смысл в развитии. Это, по сути, демагогия, на самом деле. Ну, вот, как это видится мне, да, это демагогия. Вот. Потому что развитие происходит всегда ради самого развития, не больше и не меньше. И опять же, опять же, если кто-то не видит смысла в развитии, в развитии таких детей, то это человек сам, сам, скорее всего, с дефектами. И обращать внимание на таких людей не стоит. Знаете? Тут опять же, вот, интересно, для чего вы это говорите? Для чего вы это пишете? То, что многие не видят смысла. Многие вообще, во многом, не видят смысла, что дальше-то. Вот. То есть, их надо кормить, поедать, одевать, водить на прогулку. Ну, да. Надо кормить, поедать, одевать, водить на прогулку. А еще у нас мир вроде как современный, которым естественный отбор не так жестко себя проявляет, да? Такие дети не могут сам себя обеспечивать, да? Такие дети не могут сами себя обслуживать, ну, и что? Что дальше-то? Это не делает их менее людьми, правильно? Или я что-то пропустил, и критерий человечности стал более жестким? Вот. Вопрос. С точки зрения психологии, есть ли что-то, что кардинально отличает животных от людей, независимо от уровня их развития? Я не очень понял смысла этого вопроса, понимаете? То есть, вот, вопрос, он какой-то не очень понятный. Есть ли что-то, что кардинально отличает животных от людей, независимо от уровня их развития? От уровня развития кого? Животных или людей? Основное отличие человека от животного в его способности мыслить. Животная мысль не способна, она живет инстинктами. Человек, еще раз повторю, даже обладая серьезными проблемами в развитии своего интеллекта, мыслит всегда. Да, на примитивном уровне, да, мыслит, ну, просто простейшими какими-то, вот, аспектами, но он мыслит. Его можно научить реакциям, его можно научить поведению, его можно научить. И потолка у такого научения, как правило, не будет. То есть, потолок, потолок такой человек не упрется. А животное упрется. Поэтому, отвечая на ваш, на ваш вопрос, да, если я правильно его понял, что принципиальное отличие животных от людей в независимости от уровня их развития, безусловно, есть. У всех животных есть отличие от всех людей. И самое высокоорганизованное животное не способно сравниться с самым умственно отсталым человеком. Да, может быть, инстинкты у человека, у которого есть проблемы в развитии интеллекта, имеются. То есть, отсутствие инстинктов, отсутствие выживания у таких людей, да, имеются. Такие люди с, ну, вот, с проблемами развития интеллекта, да, они менее приспособлены к жизни. Это так. В этом плане животные, конечно, отдают фору. Но делает ли это этих людей животным? Нет. Потому что, эти люди не имеют инстинктов, отсутствие инстинктов, делает этих людей людьми, а не животными. Понимаете? Вот. Не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос, то здесь, может, можно ответить еще и так, что... Основное отличие животного от человека в том, что животное живет инстинктами, а человек нет. И если у вот таких детей, да, у детей, у людей, неважно, насчет проблемы с интеллектуальным развитием, да, то у них, следуя теории тех, тех, кто называет их животными, должны должны развиваться инстинкты. А этого не происходит. Да? Вот. И поэтому это люди. Это люди, но не животные. И личность у таких людей все равно до конца не утрашивается. Вот. Я уверен, что любой профессиональный ученый-психолог, ну, именно ученый, я не ученый, я практик, вот, со мной согласны, согласны. Вот. Но, безусловно, безусловно, вопрос, как бы, дискуссионный, это безусловно. Ну, безусловно, найдутся те, кто считает, что это не так, вот, но такие люди находятся всегда. Вот. Такие люди находятся всегда. И везде. И поэтому обращать на это внимание, знаете, не стоит. Если вы занимаетесь с такими детьми, если вы работаете с такими детьми, работаете дальше, развивайте их, учите, заботитесь о них, и то, что вы можете сделать. И однажды вы сможете доказать, что вот те, кто называют этих людей животными, ошибаются. Вот. А если вы сомневаетесь в том, что делаете, то это уже вопрос, опять же, к сожалению, да, это вопрос, скорее, больше к вам, да, то есть почему вы сомневаетесь. То есть вот здесь вопрос не в детях, на самом деле, а вопрос, вопрос именно в вас. Почему я сомневаюсь в том, что я делаю? А если вы не сомневаетесь, а ищите просто подтверждение, что вам обращаться нужно не всегда. Да, здесь люди занимаются практикой психологической, здесь люди не занимаются наукой, ну, именно научными исследованиями люди не занимаются здесь, поэтому вам нужно, ну, по крайней мере, я, по крайней мере, я, да, я так, я здесь ученых как бы знаю несколько, но мне кажется, что проблемы детей с нарушениями, значит, интеллектуальной деятельности я не встречал здесь таких людей. Вот, все-таки на данный сайт приходят люди в основном для того, чтобы работать, именно работать, а основные клиенты у нас и ориентирование, ну, ориентация профессиональная, у нас все-таки взрослые люди. Вот, детские психологи есть, но детские психологи, опять же, не работают с, ну, с аномальными, с патологиями и так далее. Ну, вы можете, вы можете задать вопрос свой, да, вы можете задать свой вопрос в раздел детской психологии. Вот, у нас здесь, сейчас вот смотрю, да, есть у нас тут детские психологи, а вот дети и подростки, вот, дети и подростки, вот, задайте вопрос в эту категорию, вот, у вас тут самопознание и развитие стоит, вот, это не совсем правильный тег, если вас интересуют именно дети, вот. Именно, 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 именно дети, это все-таки дети и подростки, вот, там вам ответят люди, которые обладают знаниями в этой, в этой области, вот, ну, все-таки более, более полными знаниями обладают в этой области, чем, например, я, вот, ибо я детским психологом не являюсь, вот. То есть, я, конечно, занимаюсь, ну, как бы, с детьми, да, я могу работать с детьми, да, и вся психология, в общем-то, это про детей, вот. Но, тем не менее, вот, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам удачи в ваших, не знаю, поисках, в вашей работе, вот. Желаю вам, наверное, найти ответ на ваш вопрос, который вы задаете. Ну, и хочется, наверное, сказать, что, если вы, если вы рассчитываете на большое количество ответов, то, что вопрос вам нужно сделать, ну, хотя бы, вид, чтобы больше людей его увидело, вот, чтобы больше людей вам ответило на него, и так далее. Потому что, я полагаю, что моего ответа вам будет мало, скорее всего. Потому что вопрос, такой, очень обширный. Удачи вам! Всего самого доброго!